Вы слушаете Радио Крым Реалий. Совместный проект Радио Свобода и Первого канала Украинского радио. Трехчасовой эфир, но, значит, на средних волнах нас можно также слышать с 8.35 до 9 часов утра и в 18.30. Также включайте свои радиоприемники, ищите нас на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне в Крыму на частоте 107 МГц. Ну и, конечно же, звоните нам по телефону 8 800 169 26. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатны. Ну, а если вы живете в другом регионе Украины, то присоединяйтесь к нам, к нашему разговору по телефону 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Прямой эфир А сегодня мы будем говорить вот о чем. Значит, 233-я годовщина Симферополя, центра Крыма. Отмечает он эту дату и жители, которые живут в этом городе, каждый год в первое воскресенье июня. Поэтому сегодня мы будем говорить о Симферополе. Но не будем, точнее, будем не только поздравлять его с праздником, будем разбираться, куда же движется Симферополь, почему все чаще, а практически уже постоянно улицы города находятся в транспортных заторах, почему вырубаются зеленые насаждения, вместо них появляются бетонные многоэтажки. Вот об этом, обо всем мы и будем говорить в нашей сегодняшней утренней программе. Для начала послушаем небольшую справку. Репортаж Реконструкция инфраструктуры, модернизация объектов здравоохранения, образования и социальной сферы. Назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов 4 июня поздравил жителей аннексированного Симферополя с днем города и отчитался. Российская власть за три года сильно облагородила крымскую столицу. Город, знаете, как на глазах преображается, становится все лучше, становится все краше. Я знаю, что мы сегодня все с вами совместно намерены сделать его столицей Крыма, так, чтобы она соответствовала этому имиджу. А Симферополь, друзья, процветание, хорошей погоды, мирного неба над головой и сегодня вам хорошего праздника. Поздравляю вас с днем рождения, с праздником Симферополь. Среди достижений российского руководства полуострова Сергей Аксенов назвал создание комфортной городской среды, а главное, подчеркнул чиновник, облагораживание крымской столицы. Например, в конце прошлого года российские власти Симферополя открыли отремонтированный центр города. На реконструкцию из городского бюджета потратили около 180 миллионов рублей. Спустя месяц новая плитка пошла буграми, а потом под ней заискрил высоковольтный кабель. Подрядчика оштрафовали почти на миллион рублей и заставили менять более 2000 квадратных метров плитки. Российский глава крымской столицы Геннадий Бахарев пообещал, все переделают качественно, однако ремонтировать симферопольские улицы пришлось трижды. По сути, старые остались, новые добавились, никакого движения и динамики, но я лично не вижу. Все наши нормальные, дружественные договоры в честь того, что это будет сделано, как только придет тепло, они не исполняются. Все предупреждения больше не будет. У нас есть достаточно серьезные рычаги влияния. Это штрафы, ну, наверное, пусть думают, да, потому что штрафы на юрлицо – это уже сотни тысяч. Также в городе большие проблемы с реконструкцией дорожного полотна. В конце февраля российский глава департамента городского хозяйства Симферополя Андрей Демин заявил, в городе закончились деньги на ремонт дорог. Он сообщил, что выделенные на ямочный ремонт 8 миллионов рублей уже закопаны в землю. Каким образом, нормальный, первенедельный, качественный ямочный ремонт, большие карты, но у нас будут манериться. Строить не выходит, зато сносить российские власти Симферополя могут. Середина апреля стройкуют предприниматели, которые работали на микрорынке по улице Козлова в Симферополе. В самом центре города российские власти полуострова начали принудительный снос торговых павильонов. Люди требуют выделить им рабочие места и утверждают, что демонтаж рынка проводился незаконно. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов же заявляет, что все работы проводились исключительно на благо жителей Симферополя. Уверен, что когда все завершится, коллеги, мы будем вспоминать, вот то страшилище, которое там было, как ужасный сон. Посмотрите, вот как преобразится вообще эта площадь. Будет совсем другой процесс, поэтому коллегам по городу Симферополю спасибо, но ожидаем от них завершения работы. Окончательного, я имею в виду, наведения чистоты и порядка на этом участке. На месте мини-рынка местные власти задумали возвести платную парковку. Следующими под снос пойдут гаражи симферопольцев. По предварительным подсчетам, подконтрольной Кремлю администрации Симферополя под снос отправят более 5000 объектов. Один из последних проектов местной власти – застройка зеленой зоны на выезде из Симферополя. Речь идет об участке между улицами Беспалова и Пернацкого. Там, согласно проекту, появится дом на 600 квартир и огромная парковка. Валерия Максимова для Крым. Реалии. Вы слушаете радио Крым. Реалии. Мы работаем в прямом эфире. Я представляю нашего гостя. Это Андрей Саукс, основатель школы эффективного ОСМД. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Андрей, ну вот смотрите, ситуация такая. Я вот как бы здесь из всего вот этого большого спектра проблем, который, наверное, не уникален для любого украинского города, наверное, выделил бы вот такую. Симферополь, на самом деле, вот сейчас проводятся какие-то, знаете, манипуляции, я бы так сказал, которые направлены на реконструкцию центральной части города для того, чтобы все это увидели крымчане. И одновременно вырубаются зеленые насаждения и строятся дома. На ваш взгляд, вот то, что появление многоквартирных домов и вырубка зеленых насаждений, этого не избежать, это вот объективная реальность, ничего с этим сделать нельзя, или современный город должен развиваться как-то по-другому. И может развиваться как-то по-другому. Для Крыма особенно важно наличие деревьев, потому что мы понимаем, что климатическая зона соответствующая, и отсутствие деревьев, тем более в мегаполисах, приводит к тому, что воздух сухой, воздух грязный, воздух запыленный, это все здоровье горожан. И получается, что когда они убирают эти деревья и строят дома, бетон не выделяет кислород, бетон не очищает воздух, он только приносит с собой пыль, то есть экология ухудшается значительно, и скоро люди сами будут бежать из этих городов, потому что жизнь получится намного дороже, потому что лекарства будут стоить дороже, чем то, что они зарабатывают в этих мегаполисах. Так развивается вся цивилизация на Земле, на самом деле. Хорошо, то есть если говорить вот про деревья в городе, это же, наверное, не только кислород. Я просто видел совсем недавно карту вот больших мегаполисов, и там, где есть деревья, там температура летом ниже, чем вот просто на улице, где застройки. Это с чем связано? Конечно же, деревья, они не так нагреваются, как осваивок, бетон, и они снова увлажняют воздух. Очень важно, да, поэтому температура в любом случае будет ниже, уменьшает затраты на кондиционирование и снова увеличивает энергопотребление экономики. Хорошо, но вот если говорить про позитивные примеры, да, как совместить вот желание людей перебираться в большие города, которые есть объективно, ну, потому что в больших городах, в частности, в Крыму это Симферополь, там лучше с работой, лучше там с культурой, ну, лучше, да, с каким-то досугом, лучше со школами, с университетами и так дальше, и с сохранением, ну, вот, зеленых насаждений и невысотной застройки. Мы уже видим в Украине в том числе примеры, когда строятся какие-то объекты с сохранением деревьев, с сохранением зеленых насаждений, то есть абсолютно просто их обыгрывают в этой архитектурной композиции, и они остаются в живых и радуют своих хозяев. Мы понимаем, что даже недвижимость в месте, где больше деревьев, будет стоить намного дороже, чем там, где просто асфальтированный участок. Угу, понятно. Хорошо. Я хочу, чтобы мы сейчас, к нашему разговору, чтобы присоединился Дмитрий Амельчук, крымский политолог и историк, и пока его набирают. Дело в том, что вот Симферополь, там, его название переводится с греческого «город пользы» или «город собиратель». Возник он не на пустом месте 233 года назад. Там был город крымско-татарский, назывался он Ак-мечеть. Этот город был резиденцией Калги-Султана второго по значимости, по вот этой иерархии человека в крымском ханстве после крымского хана. И вот, в общем, Симферополь вобрал себе и ту старую часть города и стал развиваться по-новому. Потом он был долгое время губернским центром, промышленным центром. Появился университет. Вот возникали самые разные новые у него роли. Но, тем не менее, вот если мы сейчас говорим на сегодняшний день, Андрей, вот если говорить о Симферополе, на ваш взгляд, вот изменение роли, каким образом оно вообще влияет на застройку города, на его планировку, на все остальное, вот как живет город? Ну, мы же видим, да, что все тяготеют к природе, все тяготеют к деревьям. То есть, когда зимой холодно, да, у нас. Вот мы видели недавно в апреле снег. Так. Вы понимаете, да? То есть, это климатические изменения, которые рано или поздно заденут всех. То есть, нет людей, которых они не заденут, вне зависимости от места обитания или от толщины кошелька. Вот. Поэтому город – это яркое отражение того, что происходит. Что у нас климатические изменения, они задевают нас сильнее, потому что накрывает снегом, накрывает ветром. Катаклизмы увеличатся с каждым днем. И мы видим, вот, пример Харькова, когда упало 800 деревьев, да? То есть, тут вопрос в том, как относятся к этому люди. То есть, тут же можно за ними смотреть и вовремя убирать. Или, как сейчас на основании того, что в Харькове упало много деревьев, многие мэры решили почистить города от деревьев. Вообще просто спилить. Да, просто срезать. И мы же помним о том, что для многих хозяйственников это бизнес. Потому что срезать деревья – это заплатить деньги из бюджета и посадить дерево снова заплатить деньги из бюджета. Но мы должны не забывать, что когда срезается 50-летнее дерево и садится 3-летнее дерево, то это совсем разные показатели для свежести, для чистоты, для экологии, для всех показателей. Этому дереву надо, конечно, много расти. Так, я надеюсь, мы уже дозвонились к Дмитрию Мельчаку, крымскому политологу и историку. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня вот мы как раз говорим про Симферополь. 233-е его годовщина. В 1784 году был основан город. Но за это время у Симферополя несколько раз уже менялась роль. Вот на сегодняшний день, насколько, на ваш взгляд, Симферополь вот в том его нынешнем видео, он соответствует его нынешней роли. Ну, Симферополь, большей частью своей истории о последние десятилетия, так без вопросов, был и остается центром и транзитом в Крыму. Практически все, кто проезжают по разным каналам в Крым, они все проезжают через Симферополь. Раньше проезжали поездами, сейчас автомобилями, самолетами. И то есть его, как узловая транспортная роль, она не меняется. И в этой связи, конечно, нагрузка на город очень серьезно возрастает. Дело в том, что последние лет 30, я думаю, даже может и больше, никто серьезно не планировал перспективу транспортного города. То есть очень мало было построено за это время новых дорог, развязок. Сам город сегодня просто задыхается от количества транспорта. Есть вопросы, есть вещи, которые делаются, но делаются очень медленно и явно не успевают за той нагрузкой, которая возрастает. Что же касается озеленения, то, наверное, Симферополь не страдает, так как говорил передо мной выступающий, от проблемы деревьев. Да, у нас тоже был спор, когда на Пушкино и в ряде других центральных пол убирали старые деревья, посадили новые. Здесь особенный вопрос в том, что еще какие деревья. Симферополь один из самых зеленых городов, несомненно. Но у нас было, особенно вдоль дорог, очень много тополей. Это особое дерево. Оно выделяет очень много кислорода, когда растет. Но как только оно становится за 15 лет, начинается обратный процесс. Он поглощает. И стоят огромные махины, особенно вдоль трасс, которые действительно могут рухнуть. И когда их начинают сегодня пилить, то находятся такие в кавычках умные защитники. Ах, что вы делаете? На самом деле это абсолютно необходимая процедура. Конечно, когда речь идет о плотане, когда речь идет о пленах, когда о других деревьях. Там один разговор. Тополя – это особая вещь, которая для Крыма, для Юга играет особую роль. И в этом плане в Симферополе как раз все более-менее нормально. Я могу сказать, что на центральных улицах у нас несколько лет назад под большой шум сменили деревья. Они сегодня уже подросли, они сдают прекрасную тень. Великолепно. Другое дело, что мне кажется, что озеленению сегодня все-таки уделяется меньше внимания, чем надо было бы. То есть это надо садить, садить и садить. Да, это деньги. Но без этого перспектива города тоже не будет. Понятно. Спасибо. Дмитрий Мельчук, крымский политолог и историк, был на прямой телефонной связи с нашей студией. У нас есть еще наш радиослушатель. Доброе утро. Доброе утро, говорите. Доброе утро. Слушаем вас. Я вам звоню, как коренной симферополец. Хочется много сказать. Ну такая тоска о родном городе. Даже не могу ничего сказать хорошего. Единственное, могу сделать замечание, как у нас его называют, снесли рынок на козлятники. А теперь там мусор, пыль, никто ничего не делает. И вот позавчера начали единственное, немного деревьев было, тень давали там. Там все, пустота, солнцопек сейчас. И их пилят. Вот это называется реконструкция. Вот это все. У них в этом заключается. Больше спилить деревьев по городу. Это главная задача. И товарищ Константинов, у которого, значит, есть фирма, которая продолжает систематически со всех сторон застраивать последний парк Гагарина, который, как Шагренева кожа, все уменьшается и уменьшается. Вот это вот проблема про наш город. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо за то, что вы не безразличны к судьбе нашего города Симферополь. Я напоминаю, значит, что сегодня мы как раз говорим о ситуации. О той роли, которую на сегодняшний день выполняет Симферополь, как административный центр Крыма, как транзитный центр. Ну и вот насколько ему подходит этот костюм, который, по большому счету, шире для него еще в 60-е, 70-е, 80-е годы 20-го века. В нашей студии Андрей Саук. Андрей, а что вот будет на сегодняшний день? Вот даже вот те российские и крымские власти, они говорят, что они признали. Вот мы не можем вообще решить транспортную проблему. И Дмитрий Мельчук говорит, а вот Симферополь объективно остается транзитным таким центром. Как с этим, как вот эту проблему можно решить? Ну, на самом деле, мы же видим, что разные города, разные страны решают эту проблему по-разному, да. Но в основном приоритет предоставляется, в первую очередь, у нас по пирамиде в Европе, мы смотрим велосипеду. Когда люди на небольшое расстояние передвигаются на велосипедах. На самом деле, вот я часто езжу из Броваров в Киев на велосипеде 30 километров. Это час езды на велосипеде, ну, не спеша. То есть я не гню. Поэтому здесь вариант в том, что если 5-10 километров, доступный велосипед, но для этого нужно создать инфраструктуру. Потому что мы часто видим ситуацию, когда в машине едет один человек, но при этом тащит за собой тонну металлолома, да, скажем так. Вот. И тащит его через весь город. То на металлолом, вы имеете в виду сам автомобиль, да? Конечно, да. Понятно. А если сравнивать, например, ну вот альтернатива, как просто развитие общественного транспорта. Потому что вы говорите сразу про велосипед. Конечно. А на втором месте общественный транспорт. Вот приоритет делается общественный транспорт, для которого делаются отдельно выделенные полосы, которые беспрепятственно передвигаются по городу. Конечно, обязательно. Это вторая ступенька. Понятно. Но смотрите, допустим, вот Крым, в частности Симферополь, о котором мы сегодня говорим, улицы достаточно узкие. Расширяться городу некуда. Он вот, ну, как бы в котловане таком находится. Как там решать тогда эту проблему? Ну, нет ни возможности не выделить дополнительные полосы, да, не расширить улицы. Ну, правильно вы же говорите, общественный транспорт. Когда общественный транспорт ходит по расписанию, то многие люди пользуются этим комфортом и пересаживаются с удовольствием на общественный транспорт и оставляют машины дома. Понятно. Спасибо. Дальше мы говорим с Ильей Большедворовым, российским общественником. Илья, доброе утро. Доброе утро. Илья, ну вот сегодня мы как раз в годовщину Симферополя говорим о том, каким на сегодняшний момент является вот этот главный крымский город. И в частности меня интересует инициатива по поводу вырубки зеленых насаждений между улицами Беспалова и проспектом Вернадского Симферополя. Ну, вы слышали наверняка, да, о том, что там планируется построить четыре девятиэтажных корпуса, парковку на 245 машиномест и так далее. Причем, вот что интересно, значит, в декабре 2016 года господин Аксенов высказывался против застройки территории по улице Беспалова. Он говорил, что я считаю, что на выезде Симферополя в районе улицы Беспалова застраивать этот газон точно никак нельзя, не говоря уже о пропускной автомобильной способности, отсутствии стоянок, это зеленая зона. И тут вдруг резко мнение поменялось. На ваш взгляд, почему? Ну, я думаю, это просто интересы, которые у него связаны именно с компанией-застройщиком, потому что это достаточно влиятельная компания. И я, насколько в курсе, там, в принципе, Сергей Валерьевич имеет к ней какое-то косвенное отношение, видимо. Я думаю, что в данном случае именно финансовые интересы играют какую-то роль, а не забота о жителям города. Сергей Валерьевич постоянно что-то обещает, он и жителям Куйбышево-7 обещал, что строительство дома у них во дворе не будет происходить, но тем не менее... Это на месте парковки, да? Да, да. От автостоянки? Ну, на сегодняшний день активность у жителей достаточно пристальна, потому что вопрос интересный, и они в своей группе обсуждают очень активно. На сегодняшний день по Куйбышево-7 тоже никаких решений не приняты, конкретных набываний, кроме обещаний Сергея Валерьевича, ничего нет, и дело как двигалось к стройке, так, в общем-то, и двигается. Илья, а скажите, чем, на ваш взгляд, может грозить строительство этого многоквартирного жилого комплекса на выезде Симферополя, вот по улице Беспавова? Ну, грозить, конечно, оно ничем не может. Единственное, что там у нас в городе экологическая остановка и так очень напряженная. Тут члены нашей общественной палаты Крыма высказывали также на общественных слушаниях мнение о том, что нужно вырубать вообще, в принципе, деревья, которые разрушаются, флагтовое покрытие там у нас на улице, да, для того, чтобы идти тротуары в порядок, достаточно справное незавание возникает. И учитывая, что тот район достаточно, так сказать, плотно заселен, получается, школ в детских садах, инфраструктуры поликлиники там практически отсутствует. На сегодняшний день строительство вот этих малосемейных общежитий, по сути, да, если это не какие-то там общежития для студентов, еще что-то, это, по сути, по-своему, семейное общежитие с малометразными квартирами, которые были там расположены. Ну, для района города Марина это, как бы, достаточно печальная картина будет. Понятно. Илья, и еще один вопрос. Значит, вот строительство клубного дома «Триумф», так называемого, в парке, на месте бывшего кинотеатра «Мир» от строительной компании Владоград, зацитирую сайта, да, это «Средоточие высшей эстетики мелочей». На ваш взгляд, это здание, оно же будет уже завершено в ближайшем будущем, будет построено. Почему это оказалось для городских властей, ну, как бы, важнее, чтобы этот был дом построен, чем нежели услышать мнение горожан и, ну, не разрешить это строительство? Ну, да, опять-таки, компания Владоград, и если исходить из того, что они застраиваются кинотеатром «Миру», то там были произведены изменения на жилой, на зоне жилой застройки при проведении общественного услышания по ГИМ-плану. Все мы знаем, как они проходили в полуподпольной обстановке, ГИМ-план никто не видел, да, но, тем не менее, проголосовали якобы жители за его принятие. На сегодняшний день обсуждаются активно правила землепользования и застройки в городе на общественные услышания. Все это вопрос, в принципе, и второй по важности, просто принятие ГИМ-плана, потому что на сегодняшний день в Симферополе вообще все вот эти самостроек, по сути, которые на сегодняшний день есть, которые проводятся с нарушением дональности. То есть, если у нас идет разговор о среднеэтажной застройке, там строятся многоэтажки и так далее, получается. Реконструкция парков, там расширение зон застройки предусмотрено. То есть, это проходит в тихую, если в Симферополе вызывает размещение жителей, то есть в Симферополе, в принципе, это пытаются провести так, что об этом никто не узнал. Понятно, Илья. Спасибо, Илья Большедворов. Российский общественный в Крыму был на прямой телефонной связи. Напоминаю, что мы говорим с Андреем Сауком сейчас в нашей студии. Андрей, насколько я понял, там, где происходит, где жители не протестуют, там и происходят абсолютно такие волонтеристские решения делают. Каким способом могут люди повлиять на решение местных властей? Ну вот, то, о чем сказал Илья, очень важно то, что очень часто власть в любом городе пытается протянуть эти решения втихую, без привлечения общественности. Поэтому здесь вопрос о том, что желательно, чтобы люди все-таки следили за тем, что происходит, потому что, когда уже становится забор, начинаются рубить деревья, то уже немножко поздно. Все-таки надо немножко заранее это предусматривать. И тут надо интересоваться жизнью города. Не приезжать поспать домой, а все-таки интересоваться жизнью города, потому что, если вы хотите жить среди деревьев, а не среди многоэтажек, все-таки надо обращать внимание на то, что в городе происходит. И снова ходить на выборы, голосовать, потому что на самом деле люди, которых мы выбираем, они могут держать руку на пульсе, как наши избранные депутаты. Ну и в то же время, когда вы видите, что-то начинает происходить, не оставаться равнодушными, потому что на самом деле есть очень много примеров того, как люди добивались отмены вырубки деревьев, сохранения зеленых насаждений. Поэтому здесь главное не оставаться равнодушными и пытаться добиться... А вот если говорить про ваш город Бровары, удавалось вам добиться того, чтобы не было таких... У нас был большой конфликт с крупным застройщиком, вот, и мы все-таки добились того, что у нас сквер должен был быть полтора гектара, мы добились того, что он стал четыре гектара. Молодцы. Спасибо. Андрей Саук, основатель школы эффективного СМД, был гостем в нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили о Симферополе, о его роли в 21 веке, о том, как комфортно жить жителям города. Услышимся через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова